Микс Ньюс. Утро на Волткоме. Ну и завершает наше утро. Тоже, мне кажется, очень интересная и важная тема. Мы сейчас поговорим о бизнесе, конкретно о том, о тех вызовах, о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди бизнеса. Не секрет, что сейчас сложные времена. Я не знаю, вот эпидемия коронавируса, она тоже отразилась. Там говорят, на как и падение акций, котировавшем все в панике. Но, тем не менее, вот в Риге 14-15 марта будет проходить уже 9-я Балтийская бизнес-конференция БАИС. И сегодня у нас представитель как раз этой конференции, сертифицированный консультант по управлению Андрей Круглов. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, Олег. Ну и, наверное, чему будет сначала, ну вот, может быть, несколько слов вообще о темах, которые будут затронуты на конференции, о каких проблемах? Ну, на конференции мы будем говорить о проблемах малого и среднего бизнеса. Я действительно приглашен на эту конференцию в качестве спикера. И я, в общем, планировал, конечно, немного рассказать об этой конференции, но хотел начать действительно с проблем, которые есть у нас в бизнесе. Вы затронули вопрос за проблемой Китая, ну, я бы сказал так, их раздувают как мировые, но от нас они достаточно далеки. И вот тут я бы хотел с вами обсудить один интересный вопрос. Когда мы говорим о бизнесе, и мы имеем дело с успешными предпринимателями, специалистами, они уверены в том, что они делают. И когда они уверены в том, что они делают, вот того, что они достигли, они считают, что достигли этого они. И иногда они не смотрят на истинные причины того, что происходит. И обратная ситуация, когда мы говорим о проблемах. Вот представьте себе, что сейчас в Латвии возникают какие-то проблемы, и мы тогда будем говорить о том, что, в общем-то, это как бы не мы. Это вот где-то там вот что-то происходит, поэтому у нас сейчас проблема. Знакома такая постановка? Ну, конечно, да. То есть, виноваты все, кроме меня, а если успех, то, конечно. Точно. Вот я хочу привести пример по этому поводу. У вас было недавно очень интересное интервью с Петрисом Звидриншем. Да. И говорили о проблемах миграции. Вот, на ваш взгляд, есть у нас проблемы миграции в Латвии? Ну, мне кажется, что, как любая страна, мы сталкиваемся, но нас не так затронула она, как, может быть, страны Европы. То есть, у нас эта проблема не так остро стоит. Да, вы рассматриваете с точки зрения притока иммигрантов, да? А когда вы беседовали на эту тему, как раз рассматривался вопрос о том, что в Эстонии положительный прирост населения. Да. И Эстония входит в тридцатку самых развитых стран. В Латвии очень интересный термин – отрицательный прирост. Давайте говорить прямо – убыль населения. Да, и Латвия занимает 65-е место. При этом, я уверен, ну, не то чтобы уверен, но, в общем, достаточно, думаю, так, что правительство Эстонии, которое сейчас управляет страной, считает, что это его заслуга, что существует прирост населения. Хотя, думаю, за период с 90-го года там сменилось несколько правительств. А в Латвии, вот как раз я даже зачитаю, специально записал для себя цитату, господин Зведриньш говорит, в отношении миграции, а так как у нас отрицательный прирост, мы зависим от соседей. То есть, обратите внимание, мы тут ни при чём, соседи. Нет, ну, если предлагают более успешную, высокооплачиваемую работу, конечно, вот у нас проблема в том, что люди уезжают, поскольку им кажется, что всё-таки вот у нас предприниматели не могут им заплатить достойную зарплату. Согласен. Очень хорошее объяснение. Но оно не решает проблемы. И я бы сформулировал такое правило. Бизнесмен, руководитель, владелец бизнеса будет успешен длительное время тогда, когда он, достигнув каких-то побед, каких-то результатов, очень правильно анализирует и понимает, что привело его к этим победам. В этом случае он может продолжать использовать и усиливать вот те положительные моменты. Если же он смотрит и считает, что это его талант, это вот его звезда, это его необычные способности, и всё это будет так и продолжаться, когда он не нашёл правильного почему, он долго не продержится. И если у нас в данный момент проблемы и неуспех, и мы говорим, это из-за них, это из-за них, мы что, пойдём к соседям и скажем, соседи дорогие, не платите им большую зарплату, у нас уезжают? Это не решение проблемы. Маленький момент по этому поводу. Олег, у вас на Фейсбуке в «Друзьях» есть такая Инна Давыдова. Да, конечно. Очаровательная женщина, просто восхищённая ей. Она делала большие фестивали, она делала большие концерты. Её спонсировал один из банков Латвии. У этого банка возникли проблемы, и он перестал спонсировать. И что, Инна Давыдова теперь сидит и говорит, ой, вот эти виноваты, то плохо, вот если что-то изменится, нет. Восхищаюсь этой женщиной, она умудрилась в этих условиях ещё свой концертный зал открыть. Понимаете, да? Ну, это вот как раз пример того, когда, может быть, это подстёгивает. То есть, здесь уже нужно ещё больше собраться. И когда я говорю вот в таких рамках о бизнесе, то есть очень интересная лекция филадельфийского докторского курса Элрона Хаббарда. Он написал это так. Есть создатели игры. Создатель игры имеет цель. У него большая интересная цель обычно. И тогда он собирает большую команду и нанимает директора, чтобы эту цель реализовать. Если цель маленькая, то создатель игры зачастую начинает играть сам. Ну, наверное, вы знакомы с тем, что, скажем, учредитель или владелец бизнеса одновременно является его же директором. Ну, да. Частая история. Частая история. И вот здесь тоже заложена одна мина. Создатель игры, вот он эту игру создал. Он создал правила игры, он поставил цель. И после этого ему интересно, он выходит и начинает на этом поле играть. Не осознавая, что как только он вышел на поле, как только он стал директором, он стал игроком. И проблема иногда бывает в том, что, когда бизнес успешен и все хорошо, владелец бизнеса путает свои роли игрока на поле и организатора этой игры. И говорит, ну, посмотрите, все хорошо. У меня так все, извините за некий вульгаризм, у меня так все прет. А не съездить ли мне отдохнуть на Канары? Это же мой бизнес. И он едет, условно говоря, отдыхать. Но в это время главный игрок ушел с поля. И в каком состоянии находятся остальные игроки? У них серьезная проблема. И обратная ситуация. Когда бизнес не успешен, и учредитель этого бизнеса, а в чем его задача заключается? Создать правила игры, запустить игру и получать свою долю дивидендов с того, что происходит. Обратите внимание, он обеспечил технологии, он обеспечил, я не знаю, если это фабрика, с Данием. Недавно я был на предприятии «Ригдизель». Предприятие раньше было большим, теперь оно маленькое, но тем не менее у них в собственности и цеха, и испытательные стенды, и так далее. И вот, предположим, владелец этого бизнеса, он же должен получать свои дивиденды не только с того, что останется, когда всем заплачено. Он же игру эту предоставил. А когда дела идут плохо, и владелец отдает все, зарплату надо заплатить надо, налоги надо заплатить надо, и он опять оказывается в роли игрока, а не владельца всего этого. Вот это очень важный момент. Бизнесменам не путать, условно говоря, свои шляпы. Шляпу игрока на поле и шляпу владельца бизнеса, создателя этой игры. Об этом я буду немного говорить, кстати, и дам несколько рекомендаций в современных условиях на конференции. Другая, наверное, тема, которая тоже широко обсуждается, я понимаю, что она будет затронута на конференции, как мотивировать сотрудников, почему все-таки есть разница между людьми, есть люди, которые работают, и за ними не нужно постоянно стоять, а есть люди, которым необходимо буквально, чтобы за ними ходил какой-то, ну, как плантатор, не знаю, с бичом, который бы их подгонял, заставляя работать. То есть, как только, вот, вроде бы, уехал, условно говоря, на Канары, сразу, как в анекдоте, директор уехал в отпуск на неделю, а отдохнул, значит, весь коллектив. Отдохнул весь коллектив, точно. Знаете, это как, вот, в развитии того, что я говорил, я сказал, что есть создатель игры и есть игроки. Вот что нужно игроку для того, чтобы играть? Ему нужно правила игры, по которым он играет, ему нужна цель, и есть еще такой голливудский термин у сценаристов старых голливудских – горячая сосиска. То есть, что такое горячая сосиска – это то, зачем все носятся. В голливудских фильмах это либо красавица, блондинка пышногрудная, за которую борется на протяжении всего фильма, либо это, не знаю, там, клад золота, из-за которого идет постоянная борьба. И вот игрокам ты говоришь, ребята, вот цель, вот правила игры, а вот награда, которую вы получите. И игроки начинают играть. Но в игре есть еще такое понятие, как фигуры. И здесь даже, я бы сказал, не надсмотрщик для них требуется. Им нужен игрок, который будет им отдавать приказы. Они хотят, это не то, что они будут как рабы отлынивать от работы и полностью не заинтересованы. Нет, им интересно. Они рады, что они на игровом поле, но им нужны приказы. Получил приказ, выполнил, и опять стоит. А что стоишь? Приказа же нет. Поэтому руководителям и управленцам нужно очень точно понимать, что если человек занимает какую-то руководящую должность, это однозначно должен быть игрок. Если это, знаете, какая-то рутинная работа, простая, с которой справляется человек, если он просто обучен, то здесь могут быть, условно говоря, фигуры. Он получает свою работу, он ее выполняет, получает за нее деньги, получает работу, он ее выполняет, получает деньги. Но это не руководители, это не игроки. Драйва у них нет, больших целей у них точно нет. Вот спрашивает слушатель, можно ли избежать постоянной смены правил? Ну, то есть, мы говорим о том, что устанавливает правила владелец бизнеса, а вот если меняются правила и меняются для того, чтобы обмануть работников? То есть, я пообещал ли одно, а завтра вроде правила поменялись и уже приз не пышногрудая блондинка, а вот как-то попроще. Да, спасибо за вопрос, вопрос очень интересный, это мне еще часа на два-три точно рассказывать, поэтому постараюсь быть кратким. Право владельца бизнеса. Первое, самому не соблюдать правила изредка. Второе, менять правила. Но, если правила… Когда владелец бизнеса должен менять правила? Когда условия изменились, изменились условия, мы оставили старые правила, и мы не выживем, мы не сможем продолжать оставаться успешными. Но, если владелец бизнеса меняет правила для того, чтобы обмануть своих сотрудников, ну, я бы сказал так. Так, даже мне сложно подобрать что-то приличное в этом плане. Это даже не пилить сук, на котором ты сидишь, это стрелять себе в ногу. Потому что однозначно хорошие игроки уйдут туда, где хорошая игра, фигуры упадут в апатию, и тогда действительно никто не будет стремиться к достижению победы и к достижению цели. Потому что это относится уже к разряду этики. И, в общем, я надеюсь, что я тоже немного скажу об этом во время своего выступления на конференции. Репутация, собственно говоря, самого… Изменение правил игры в худшую сторону, обратите внимание, для своей же команды. Хорошо, вы повысили цены, вы изменили правила игры для клиентов. Не самое лучшее, но, возможно, необходимая мера. Но даже если я внутри меняю правила, эти правила должны быть действительно необходимыми. И моя задача – точно донести до сотрудников. Потому что если обстановка другая, если мне не доверяют, возникают проблемы. Недавно я сходил в парикмахерскую. И в то время, когда я стригся, я беседовал со своей парикмахершей, она нервничала. На четверг назначено собрание на полдевятого вечера. Я говорю, что? Руководство что-то нам скажет. Я говорю, и вдруг нас уволят. Чувствуете, какой уровень доверия к руководству? Будет собрание, значит, нас будут уволять. Ну, там, на самом деле, на собрание руководство просто стало предпринимать действия для того, чтобы в большей степени правильно соответствовать латвийскому законодательству, что похвально. Но то, что персонал боится собрания – это минус. Да, сразу такой сигнал о доверии. Времени действительно остается как-то очень мало. Но я знаю, что вы приглашенный спикер на бизнес-конференции в Риге. Вот, может быть, несколько слов о вашем выступлении. О моем выступлении. Это девятая традиционная конференция. Организаторы клуб предпринимателей Вайсбалтии и Первый Балтийский Хаббард колледж – это не учебное заведение для юношей и девушек, это повышение квалификации для бизнесменов. Они проводятся ежегодные опросы, в первую очередь в Латвии и в первую очередь в Риге. Какие проблемы у бизнесменов, что хотят узнать, чему хотят обучиться. И на основе этого создается программа. Кроме того, вот мы говорили об успехе и неуспехе. С кем сравнивать Латвию? Мы привыкли сравнивать всегда с Эстонией и с Литвой. Но это все равно, что вот со своими соседями, извините, по хутору сравниваться. Я посмотрел, а кто в таком же положении, как Латвия, был изначально, в 90-м году, скажем. И увидел, что Словакия вышла на хороший уровень. Словакия, стартовав примерно в таких же условиях, получив независимость, разделившись с Чехией, в общем, сделал очень хороший рывок. Я связался со специалистами из Словакии. И приедут два интересных гостя. Ладислав и Марцел Павлики. Консультанты, специалисты по управлению, которые расскажут о том, как это делается в Словакии. Ну, тогда мы посмотрели еще и сказали, а чем нам еще кого-нибудь пригласить? И нашли очень интересного специалиста из Венгрии, Имры Тодо, который тоже будет спикером конференции. Я продолжаю собирать вопросы. И если предприниматели, которые нас сейчас слушают, напишут вам о том, что их беспокоит. Ни глобально, ни коронавирус в Китае, извините. Ни котировки акций, ни проблемы Уолл-стрит или Трампа. А что их реально беспокоит здесь, в их бизнес в Латвии. Если вы поделитесь со мной этими вопросами, то мне это будет очень полезно при подготовке семинара. Можно ли каким-то образом присылать эти вопросы вам? Или каким образом принять участие в семинаре? Куда нужно обращаться, для того, чтобы стать участником его? Есть специальный сайт, бизнес-конференц.еу. Его легко найти в интернете. Google вам выдаст его. И там можно узнать более подробно о конференции. И даже зарегистрироваться на эту конференцию. Насколько проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены, зависят от уровня бизнеса? То есть, маленькая компания сталкивается ли с такими же, или это разные лиги? И какая-то компания, которая может быть даже международная? Олег, дорогой, это опять тема дня на два. Это очень интересная тема. Сейчас идёт невероятное расслоение на транснациональные компании, на огромные компании, которые базируются в крупнейших городах, и на так называемую гаражную экономику. То есть, когда то, что ты производишь, можно сделать либо у тебя дома, либо у тебя в гараже, либо, я не знаю, на заднем дворе твоего коттеджа. Я вот буквально час назад беседовал с одной милой дамой, и она сказала, что её сестра, живя в Риге, и делая сайты под ключ, и являясь копирайтером и так далее, в основном работает на Россию. Вот пример гаражной экономики. Она делает всё дома. И я слышал, сам не проверял, честно скажу, что 95% бизнеса Риге – это компании 5 человек и меньше. Вот это называется гаражная экономика. И это будет развиваться, расслоение будет постоянно. И мы специализируемся, и я как бы не заинтересован, чтобы ко мне на конференцию приходили какие-то акулы бизнеса. Моя цель и мои устремления – это малый и средний бизнес. И им нужна помощь. Акулы, извините, от государства отобьются. А малый бизнес является полным следствием. Закон приняли, будем выполнять. Помогает этот закон? Не помогает этот закон? Никого не интересует. К сожалению, сейчас, я зря говорю, сейчас практически, это уже после Первой мировой войны, государства стали рассматривать своих граждан не как граждан, а как потребителей. Поэтому малому бизнесу приходится тяжелее всех. Как высказался один интересный предприниматель рижский, говорит, я говорю, вот у тебя какая цель? Он говорит, я хочу подняться чуть повыше в этой пищевой цепочке бизнеса. Вот малый бизнес, он не очень высоко в этой пищевой цепочке, поэтому желающих его сожрать много. Поэтому у меня есть желание помочь ему выжить в этих условиях. Ну вот тут, кстати, спрашивают, будет ли конференция для работников. Но, в принципе, ведь я так понимаю, что в конференции могут принимать участие не только владельцы бизнеса, но и те, кто хочет делать карьеру и просто подниматься по карьерной лестнице. Могу сразу сказать. Кому там делать нечего, и не нужно платить деньги, и тратить два выходных дня на то, чтобы упорно работать своими мозговыми извилинами, фигурам. А вот если вы игрок, если вы хотите, чтобы ваша игра стала больше интересней, чтобы цели стали заманчивей и достойней, welcome. На этой конференции вам понравится. 14-15 марта, 9-я Балтийская конференция, клуб предпринимателей ВАЙС Балтии. Ну и сегодня в нашей студии был сертифицированный консультант по управлению Андрей Круглов. Спасибо вам большое. Спасибо, Олег. Рад был с вами побеседовать опять.